Этот источник питания при напряжениях до 3 вольт способен выдавать токи до 100 ампер. К его выводам подключены два параллельных рельса. Положим на рельсы медную трубку и включим источник. Трубка катится по рельсам, рассыпая на своем пути снапы искр. Контакт с рельсами был не очень хорошим, поэтому на трубке и рельсах остались следы, как от контактной сварки. И для повторного опыта их надо зачистить. Посмотрим на этот опыт еще раз. Объясним возникновение силы, действующей на трубку. Токи, текущие по рельсам, создают вокруг них магнитное поле. Ток, текущий по перемычке, находится в этом магнитном поле. Поэтому на него действует сила ампера, перпендикулярная как направлению тока, так и направлению магнитного поля. Именно она заставляет перемычку двигаться вдоль рельсов. Поменяем полярность источника. При этом сменится направление тока, а тем самым поменяются и направления магнитных полей. Так что направление силы ампера останется неизменным. Замкнутый контур с током всегда стремится расшириться. Чтобы улучшить контакт трубки с рельсами, мы взяли трубку большего диаметра. Но она слишком массивная, и сила ампера не может преодолеть силу трения покоя. Поэтому для начального толчка поставим под трубку неодимовый магнит, который будет создавать дополнительную силу ампера. Включим источник, и трубка покатилась по рельсам. При этом магнит испытывает отдачу и сдвигается в противоположном направлении. Но когда магнита нет, от чего отталкивается трубка? Может показаться, что трубка отталкивается от рельсов. Но тогда, по третьему закону Ньютона, и рельсы должны испытывать отдачу и отталкиваться от трубки. Однако сила ампера, действующая на рельсы со стороны магнитного поля трубки, перпендикулярна текущему по ним току, и поэтому не может отталкивать их назад. Разрешение этого парадокса состоит в том, что отдача действует не на рельсы, а на заднюю часть контура. Но представим себе, что рельсы очень длинные, и источник находится очень далеко от ускоряемой трубки. Кажется, что и трубка, и источник не могут взаимодействовать друг с другом. Но с чем же тогда они взаимодействуют, расталкиваясь в противоположные стороны? Свои соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на Ютубе.